История реальная, имена и места изменены. Написано ввиду того, что на просторах Дзена встречал несколько перепечатанных версий, аналогии этой истории. Фото взятое из интернета для наглядности. Началось все с того, что мой товарищ, после 15 сделок с недвижимостью, решил сделать себе отпуск. Отпуск не получался, так как в течение всех трех месяцев планировалось заключение еще не менее пяти сделок по продаже недвижимости, а ему, как агенту, нужно было на них присутствовать, а также быть на связи с клиентами и собственниками жилых помещений. Размер комиссии позволял перенести отпуск еще на пару месяцев, но и сидеть в душной Москве не было никакого желания. После совместного потребления пенного напитка, было решено найти в аренду на сезон частный дом с стабильным интернетом, плодовыми деревьями, это было важно для товарища, и бесперебойной связью в паре часов от Москвы. Нашли участок, Горьковское направление, 15 минут до электрички на машины, 1-1, 5 часа до метро, со средней загруженностью дороги. Проверили сеть, узнали у соседей, что перебоев с связью и светом нет. Договор аренды проверял я лично, никаких подводных камней там не было. На участке было аж 4 яблони, несколько грядок, какие-то плодоносящие кусты, дом с верандой, и по совместительству кухней, и классическим сортиром с выгребной ямой. Товарищ прямо млел, как в детстве, блин. На соседнем участке удалось договориться с бабушкой о парковке машины на площадке за забором, и мой товарищ принялся отдыхать. Ну как отдыхать, были закуплены какие-то удобрения, побелка, разные тяпки и лопаты, рассада помидоров, дуги с пленкой для импровизированного парника и пошло-поехало. Мало кто мог подумать, что молодой человек, показывающий нежилые помещения под сдачу в аренду, еще пару часов назад встречал утро, открывая помидорный парник где-то вне черты города, а новенькая БМВ стояла на участке у бабушки, соседки, которая вместо оплаты попросила привезти сахара и банок для закруток. Приближалась осень, пошел помидорный урожай. Помидоры менялись на ягоду, которая собиралась местными в огромных количествах, а дальше перегонялась в несколько видов варенья, жили и пастилу. Веранда превратилась в производственный цех по заготовке закруток. Яблони планировали принести гигантский урожай, повсюду стояли палки для поддержания старых веток из-за избыточного веса плодов. Во вторник последней недели лето расстроенный товарищ звонит мне и заявляет, меня обокрали. «Выясняю подробности, приехали владельцы участка, за пару часов собрали все яблоки, забрали остатки помидоров, обобрали всю черную смородину и захватили с собой практически все банки с намятой, вареной и выверенной ягодой», — донесла соседка, так как наблюдала, как соседи своими ключами открывают и дом и входную калитку на участок. На законный вопрос, это что было, хозяева сообщили, в аренду сдали только сам участок с домом, но никак не плоды с участка и согласие на установку парника, внезапно, не давали. Вот здесь расписано, как решать споры о деревьях на арендуемом участке и на соседних участках. Следуя принципиальной позиции, написали исковое заявление на собственников участка со ссылкой на стакан 40 земельного кодекса. Право собственности на плоды деревьев с земельного участка все плоды оценивали по среднерыночной, отдельно подсчитали и стоимость банок с вареньем и другими заготовками. Итог, затраты на аренду участка – 35 тысяч рублей, затраты на удобрение земли, работу – 4,5 тысячи рублей, отсуженный доход через суд, правда, судились долго, около года, но товарищ принципиально приезжал на суд лично, составил 55 тысяч рублей. Итог, истерика у собственников участка, довольная улыбка у арендатора и память о хорошем летнем времяпровождении в Подмосковье. Жду вашего мнения, а также вопросы в комментариях. Благодарю за прочтение этой истории, прошу подписки на канал практикующего юриста, правый верхний угол страницы. Только факты и реальные истории, никакого вымысла. Продолжение следует...